Я скажу сейчас несколько слов про книгу. Потом у нас есть некоторые выступающие, которые заявлены по фиши. Потом, очевидно, кто-то захочет что-то добавить. Потом, наверное, будут вопросы. И, в принципе, мы бы хотели сделать это не только презентацией книги, а просто поводом для дискуссий, потому что поговорить про советское редко удается в такой замечательной кампании. Что я хочу сказать. Вот эта книга «СССР. Жизнь после смерти. Плод коллективных усилий очень-очень многих людей». Расскажу чуть-чуть про ее историю. Дело в том, что в прошлом году, мы таким образом отметили 20-летие распада СССР, и как раз 19-го, там, 20-го декабря 2011-го года проходила конференция на площадке отделения культурологии Высшей школы экономики. Плюс соучредителем этой конференции был Институт глобализации и социальных движений. Ну, прошла конференция на тему СССР «Жизнь после смерти». Собственно, вот это название фигурирует на обложке. И затем, месяц спустя, 19-го января, в центре «Артплей» состоялась выставка «Искусство памяти. СССР. Второе крушение». Там были представлены картины художника Влада Юрашко и Вики Шумской. Я думаю, что очень многие из присутствующих были на этой выставке. И в рамках этой выставки тоже были организованы круглые столы, которые должны были затронуть тему распада Советского Союза и, так сказать, переработки и какой-то там интерпретации вот этого опыта. После чего выяснилось, что собралось очень много материалов и очень много интереснейших докладов. И мы решили как-то это зафиксировать. То есть, вот эта книга является сборником, на самом деле, сборником отобранных докладов, преобразованных в статьи, конечно. И издана она в издательском доме Высшей школы экономики. Главный редактор Валерия Анашвили, серия «Исследования культуры». Значит, что еще? Да, обложка, конечно, обложка заслуживает отдельного разговора. Это фрагмент картины Влада Юрашко «Балет», который был представлен на выставке «Искусство памяти». Но у каждого свои ассоциации. Кто-то, конечно, похож на загробный мир. Кто-то вспоминает, кто-то вспоминает, естественно, «Лебединое озеро», которое было показано во время пущи. Ну, значит, выбрали вот эту картину, и благодарим художника за то, что он предоставил этот фрагмент. Значит, что о книге я хочу сказать? Книга может показаться довольно дерзкой, потому что она объединяет точки зрения и взгляды людей, представителей совершенно разного поколения. То есть она делится условно на две части. С одной стороны, здесь поступают люди, для которых советская – это часть собственной жизни. С другой стороны, совершенно молодые люди, для которых советская – это историческое событие, это история. Они в советском никогда не жили. И вот этот двойной взгляд, на мой взгляд, извините за тавтологию, двойной взгляд придает всему этому исследованию некоторый объем, как мы надеемся, и такую объемность и возможность преодолеть дискуссию, которая ведется, наверное, в самых 90-х годах, между сторонниками и противниками Советского Союза, которые защищают или, наоборот, нападают, которые очерняют или обеляют, которые пытаются разоблачать советское прошлое, и, наоборот, петь им на понигирике. Мы пытались выйти абсолютно из вот этой схемы и, перефразируя слова присутствующие здесь Ольги Баллы, которые я рада видеть, как и все мы, наверное, значит, как она сказала, и я цитирую ее в вступительной статье, «Пора выводить эту дискуссию из идеологических рамок. Пора, наконец, начать спокойный, ценностно-нейтральный, культурологический, социологический разговор исторический о том, что такое было для нас советское прошлое». Вот это такая наша концепция. Кроме того, хотелось бы сказать совершенно перспективно о некоторых подходах, которые мы попытались выработать, авторы этой книги. И, первое, о вот этой двойственности, то есть о том, что я уже сказала, что это не разоблачение, не попытка обелить, это некий разговор, потому что на самом деле все вот эти споры, они ни на секунду не приближают нас к пониманию, что такое было советское. Наконец, чтобы это понять как-то, мы хотим немножко перевести дискуссию в другое русло и сделать ее немножко иной. Во-вторых, изучая советское, как мне кажется, важно учитывать динамику, что фазы развития, что нельзя говорить, это просто советское, просто советского не было. Советское, оно длилось, как мы знаем, 74 года, и надо учитывать вот эти фазы. То есть рассматривать советское прошлое, его динамики, это два. Второе, скорее хотелось бы, чтобы исследователи концентрировались не столько на исключительности советского опыта, сколько на его схожести с мировым. Это третье такое положение. Четвертое, очень мощное, очень продуктивный, очень богатый тренд, это исследование советского через повседневность, не через идеологию, политику, а через повседневность, через коллективный социальный опыт. Здесь тоже это как-то, мы пытались это представить. Пятое, изучая советское, все-таки следует помнить о неоднородности советского общества, несмотря на декларируемое равенство и неоднородность, иерархичность, иногда эгалитарность советского общества, это тоже хорошо бы учитывать. И, наконец, самое главное, на мой взгляд, это такой вот пласт смешения идеального и реального, когда мы говорим о советском. То есть подробнее, наверное, можно уже будет посчитать в этой книге. Это второе, что я хотела сказать. Теперь, пользуясь случаем, хочу поблагодарить студентов, которые представлены тоже в этом сборнике. Представлены они двоярко. Значит, тут есть некоторые студенты, это, к сожалению, не все авторы смогли прийти, которые именно выступили в роли авторов. И я их в конце нашей встречи назову обязательно. А есть студенты, которые просто вдохновили меня, в частности, на анализ. То есть, понимаете, это люди, которые никогда не жили в советское время. Они, для них этот опыт является... Они его пытаются реконструировать каким-то образом, и они проявили вот в этих попытках такой талант, такую дерзость, такую наблюдательность, такую, как бы сказать, пристальность, такое внимание к тому, чего они не знают. То, что не является частью их личного опыта, что это поразительно и тоже заслуживает отдельного, очень серьезного разговора. Поэтому им большое за это спасибо. Ну и закончу я, пожалуй, свое такое введение. Попытаюсь пересказать своими словами такой вот фрагмент из заключительной статьи, статья, которая завершает бурник, статья Виталия Куренова, которая является одним из редакторов, его сейчас нет, к сожалению. Советская как предмет исследовательского интереса. Здесь важно обратить внимание на то, что тот уникальный общественный эксперимент, который пережила советская история, не только обогащает наше представление об устройстве общества, но и обогащает наше представление о человеке. И второе. Советский эксперимент был одним из вариантов развития истории XX века. Это один из вариантов модернового общества. Вот на этом я бы хотела закончить. И теперь передаю слово Борису Барлицкому, он, значит, скажет. И затем дальше мы пойдем по списку выступающих. Спасибо большое. Ну, знаете, я хочу начать с чего-то более актуального, тем более, что книжка называется «СССР. Жизнь после смерти». То есть, все-таки, эта книжка не только об СССР. Эта книжка о том, что такое СССР сегодня, как советское живет сегодня или не живет, в какой степени мы все еще живем в советском обществе, в какой степени мы уже не живем в советском обществе. И вот у меня буквально несколько дней назад было очень сильное впечатление. Мы ездили в Калугу, это такой своего рода информационный проект. Мы попытались с коллегами и товарищами из профсоюза, межрегионального профсоюза работников автомобилестроения, МПРА, поговорить с рабочими двух заводов. Мы взяли два завода в Калуге. Заметим, что Калуга, в общем, это считается динамично развивающейся новый индустриальный регион. И вот взяли два завода. Один завод новый, Volkswagen, завод, соответственно, принадлежащий транснациональной компании, который построен уже после советского времени, в котором, кстати говоря, мы знаем, есть действует, на котором профсоюз, где была буквально сейчас предзабастовочная ситуация, то есть завод нового типа, уже явно капиталистическое предприятие, совершенно классического типа. И другой завод – это блестящий, когда-то славный, когда-то Калужский турбинный. Вот те, кто здесь старшего поколения, они, наверное, знают, что такое Калужский турбинный завод. Про него снимали фильмы, про него писали книги, причем не только потому, что Калужский турбинный завод был передовым заводом с точки зрения технологий, производства и так далее, но это был завод, где, например, экспериментировали с какими-то социально-прогрессивными методами организации труда, вплоть до каких-то элементов рабочего самоуправления. То есть это завод, который отличался, как своего рода авангард, вот этой вот низовой социальной советской, ну, не скажу демократии, ну, тут квази-демократии, да, каких-то вот самоуправленческих, низовых инициатив, где люди сами участвовали в принятии решений и так далее. Естественно, еще потом все говорили, что этот Калужский вариант его душили, ему не давали распространяться. То есть это был завод, который оказался как бы в центре еще некой общественно-политической борьбы своего времени, пусть эта борьба не была идеологически оформлена именно так вот, как современная политическая борьба. То есть, короче говоря, вот эти два завода. И, в общем-то, результат моей поездки был для меня лично, очень грустным и даже, в каком смысле, трагичным. Потому что мы увидели действительно два мира. Мы увидели вот тех рабочих и этих рабочих. Мы сначала поехали на Volkswagen, и там мы увидели молодых, подтянутых, спортивного вида парней, которые говорили абсолютно такие вот тридемианистские классово-сознательные речи, причем они говорили все примерно одинаково. Что интересно, они говорили однотипные вещи. Не потому что их кто-то подучил, а потому что они действительно стандартизировано для себя сформулировали. некоторые позиции. Это вот результат, кстати говоря, участия в практической классовой борьбе. То есть, они пришли к определенным выводам коллективно. И они говорили, да, вот у нас зарплата, мы хотим, чтобы ее подняли, мы будем бороться. Вот мы достигли повышения зарплаты, а вот по сменам, по условиям труда у нас еще остались нерешенные проблемы, но мы организуемся, у нас профсоюз. Мы, если надо, забастуем. Мы уже грозили забастовкой, но мы дожмем, и вот мы доставим предпринимателя себя уважать, и мы получим уже вот эту выходную субботу, за которую мы сейчас боремся, и вообще все у нас будет хорошо. Они полны оптимизма, полны решимости. Ну, то есть, в общем, вроде бы, такая почти идеальная картинка правильного классово-сознательного члена трейд-юниона, да, профсоюза. Вполне в европейском стиле. Но, замечу, что ни один из них не говорил ничего, например, о том, что он делает на заводе, о своем труде, да, о каком-то отношении к заводу, ну, там, не знаю, о гордости рабочего человека, да. То есть, вот об этом ничего не говорили, более того, они даже не очень говорили о том, что творится в городе, что творится за пределами завода. То есть, они говорили очень конкретно. Ну, вот работодатель, вот мы, мы ему противостоим, мы объединяемся, организуемся и добьемся хороших условий труда для нас. Вот очень конкретно и по-боевому, так энергично, красиво, молодо это все было и так далее. Потом мы идем на Калужский-Турбинный и мы видим рабочих, во-первых, пожилых, потому что подавляющее большинство людей это люди предпенсионного возраста или уже пенсионного возраста. И они начинают рассказывать. У них очень хорошо поставлена речь. То есть, они говорят сложными сочиненными, сложными подчиненными предложениями. То есть, они говорят сложными конструкциями, гораздо более сложными, чем вот эти молодые парни, которых мы интервьюировали на Volkswagen. Они начинают рассказывать, какой у них завод, и что он делал, и что он делает. И что завод умирает, и это очень плохо. И как они любят свою работу, и как интересно было решать те или иные производственные задачи. И там одна женщина сказала, вот я с 71-го года работаю на заводе, я каждый раз иду на завод и пою. Пою. Песенки пою, она сказала. При этом, кстати говоря, она отказалась говорить в камеру. То есть, вот она говорила только позитивно про свой завод, но боялась показать лицо. Знаете, тоже очень интересный феномен, да? В этом смысле, очень советский человек. Не в этом дело, нет. Страх перед камерой, страх публичности, страх посторонних глаз и так далее. Но самое главное, как только речь шла о каких-то социальных конфликтах, трудовых конфликтах, они начинали говорить, да, все плохо, да, с зарплатой все ужасно, да, завод умирает, да, в общем-то, обстановка очень плохая, ну, что поделаешь. А кто собственник? Вот, совершенно верно. Тут вопросы. Я задаю им вопросы. Вот как же, ведь люди же борются, чего-то можно добиться. Она говорит, ну как же, завод-то частный, на частном заводе бороться же невозможно. Нет, ну это кажется смешным, да, с точки зрения вот европейской оптики, да? А для советского человека, человека с советским сознанием, это не так. Потому что у него представление о борьбе не как классовой борьбе, когда организованный пролетариат, так сказать, стройный бередай выходит, а у него представление о борьбе в том смысле, что надо писать жалобы куда-то, да? Нужно достучаться до какого-то начальства, чтобы это начальство прочухало, поняло, что оно вообще не право, да? Как-то вот к нему обращаться, к его совести, да? к его, там, гражданскому сознанию, там, еще к чему-то. И вот достучавшись до него, можно добороться до каких-то позитивных результатов. А я говорю, ну как, а завод частный, он приватизировал, как же можно на нем бороться? Вот. И дальше я говорю, а вот на Volkswagen, вот буквально там в нескольких километрах от вас люди что-то добились, ну, там как-то по-другому, но вообще не очень понятно, как там у них получается. Вообще какая-то загадка, там другой мир какой-то. Это другой мир, другая эпоха вообще, другие люди, никакой коммуникации, да? Они очень плохо представляются, как вообще там можно жить, на этом Volkswagen. И напоследок, я говорю, а как же вот правительство хочет отменить зарплаты или наоборот пенсии для работающих пенсионеров? То есть или-или, да? Или вы пенсионер, тогда никакой зарплаты, да? Не будете работать. Или вы, значит, работаете, но тогда не будете получать пенсию. Учитывая, что здесь в основном либо пенсионеры работающие, те самые, да? Либо люди, которые вот-вот выйдут на пенсию, ну, казалось бы, острый вопрос. Это их должно занимать, вот, очень живо, да? Это вопрос, ну, собственно говоря, какой-то степени их выживания. Потому что и зарплаты небольшие, и пенсии небольшие. Если отнимут одно или другое, то не очень понятно, как они будут жить. И реакция такая, да, это очень плохо, но что делать? Ну, понимаете, как если я вам скажу, знаете, завтра будет гроза, да? Или там завтра будет цунами, или завтра будет землетрясение. И они говорят, да, да, ужасно, ужасно, ужасно. И как бы смиряются с этим, понимая, что сделать ничего нельзя, это какое-то обстоятельство непреодолимой силы. И вот здесь как раз удивительный дуализм. Потому что, на мой взгляд, это была некоторая картина, дающая представление о том, что такое был советский человек. Ну, особенно на низовом уровне, да? Это не диссидентствующая интеллигенция, у которой была другая картина мира. Вот это массовый советский человек, который действительно в чем-то был поразительно передовым, потому что это вот тот самый неотчужденный работник, да? Вот он не просто идет на завод, он его чувствует своим, он любит свой труд, он понимает, что он делает. Потому что как раз люди, которых мы видели на Volkswagen, это идеальные отчужденные работники. Они получают зарплату, они за эту зарплату готовы бороться, а, в общем, на предприятии им глубоко наплевать, что они там делают на этом заводе, да? Здесь нет, завод мой, мы часть этого коллектива и так далее. Но при этом именно то, что являлось позитивной в чем-то стороной советского вот этого массового сознания, одновременно оказывается и негативной стороной, потому что вот эти люди, они вдруг оказываются совершенно беспомощны, когда, скажем, власть их выдает с головой новому собственнику, то у них нет ни малейших навыков в самоорганизации самозащиты и даже нет представления о том, что нужно организоваться для самозащиты. То есть они абсолютно оказываются беспомощны и беззащитны в этой новой ситуации. И вот, с другой стороны, эти два завода, они дают и картину нашего общества современного в том плане, что есть и то, и другое. Вот у нас современный капитализм со всеми его конфликтами, со всеми его позитивными, негативными сторонами, а вот у нас продолжающий существовать еще советский порядок, который может быть уже уничтожен на уровне собственности, даже на уровне экономических отношений, но, кстати, не полностью на уровне трудовых и производственных отношений, потому что это не совсем одно и то же, но который в сознании людей еще продолжает работать, продолжает воспроизводиться, продолжает создавать определенные эффекты и воздействует на реальность, на политическую, социальную, культурную и так далее реальность. То есть он тоже реален, Это не то, что у людей призраки какие-то в голове Призраки призраками, но все это живо, это работает, это действует И отсюда постановка вопроса, которая была характерна для вот этой книги И, собственно говоря, опять же, об этом, наверное, Павел Кудюкин будет говорить Но скажу еще о том, что когда книга только начиналась, когда еще не было конференции, не было книги Мы только обсуждали, что делать Вот мы как раз с Павлом сидели, и он, на мой взгляд, сформулировал потрясающе интересную проблему Что Советский Союз в сегодняшней России является одновременно источником противоположных явлений, импульсов, тенденций То есть, что такое Советский Союз? То есть, это, например, некий источник сопротивления капитализму Или некий фактор, наоборот, адаптации к капитализму Когда, вот, скажем, эти рабочие, им почти не платят зарплату, а они все равно не бастуют, не бунтуют То есть, это фактор, вроде бы, наоборот, адаптации к капитализму С другой стороны, да, это фактор сопротивления, потому что люди говорят Вот, в советское-то время у меня была бесплатная, скажем, медицина Сейчас она, вроде бы, бесплатная, но как бы не очень бесплатная Правда, она и в советское время не была чисто бесплатная, но, тем не менее, она была, скажем, более бесплатная, чем теперь, будем говорить так. И что это значит? Фактор антикапиталистический или фактор, наоборот, своеобразный, может быть, очень странный, но адаптации. Опять-таки, что мы имеем? Продолжение советского в новых капиталистических буржуазных формах или, наоборот, разрыв? То есть, что советская традиция представляет собой по отношению к современной власти, например? Вот, опять-таки, вы можете найти и то, и другое. То есть, с одной стороны, вы можете, особенно в либеральной прессе, найти представление о том, что вот идет реставрация Советского Союза, вот это опять все то же самое, что СССР, вот это опять, значит, там, не знаю, опять 37-й год, когда вот приходят к горлицкому с обыском и забирают значок у него, а потом пытаются вернуть, а я не беру назад, да? И они это сравнивают с 37-м годом, да? Вот. Или, значит, это, там, не знаю, опять, там, однопартийная система, там, Единая Россия, это опять КПСС, там, и так далее, и так далее, и так далее. Или же наоборот, мы говорим, нет, простите, это вот формы-то, может, где-то похожие, но содержание, там, ребята, это борется за распил собственности, распил финансовых потоков, которые в страшном сне не могло присниться, в советской номенклатуре, или, наоборот, в самом таком розовом сне пилить, да? Потому что, ну, советскому какому-то номенклатурщику, если бы сказать, что вот современный номенклатурщик-то мог жить так, то он бы это не поверил просто, он, может, восхитился бы, но не поверил, что такое вообще бывает. Вот, но, короче говоря, что это, да? Это продолжение старого государства, или это некое новое государство, которое мимикрирует под советские формы, или это новое государство, которое при этом не может себя реализовать в других формах, кроме тех культурных архетипов, тех культурных моделей, которые он наследовал от советского, то есть, вот, как говорил Черномырдин, что не строим, какую партию не строим, все, КПСС получается, да? Вот, то есть, на самом деле, вот эта двойственность советского опыта по отношению к сегодняшнему дню, когда это и источник сопротивления, и источник адаптации, и разрыв, и продолжение, и некая, как ни странно, все-таки надежда на прошлое, я бы так сказал, не надежда на будущее, надежда на прошлое, что с прошлым можно было по-другому, а значит, наверное, и в будущем можно будет по-другому, или это, наоборот, как раз такая вот гарантия безнадежности, типа, вот пробовали по-другому, ничего не получилось, поэтому нужно только так, как сейчас, и терпить то, что есть, да? То есть, во всех этих факторах работает сразу две, как минимум, противоположные тенденции, а может быть, и больше, чем две. И я надеюсь, что мы об этом будем еще говорить дальше. Но, в любом случае, я хочу сказать, что обсуждение советского для нас становится действительно политическим и идеологическим вопросом, но совершенно не в той форме, и не в том смысле, как это было на протяжении 90-х и большей части 2000-х годов, когда действительно, как Ирина уже говорила, просто вот люди обливали друг другу грязью, ругались, и одни говорят, что вот в СССР было все здорово, классно, а другие говорят, нет, там было все ужасно, катастрофично и так далее. И политическое значение дискуссии о советском сейчас совершенно другое. Политическое значение этой дискуссии в том, чтобы понять, какие элементы советского прошлого, советского опыта, советской традиции живы и работают, а какие из них умерли и не работают, и, соответственно, в этой уже системе координат понять, на что мы можем опереться, а с чем мы должны бороться. И можем ли мы на эти элементы опираться, защищая, скажем, социальные права, или, наоборот, мы должны с этим бороться, преодолевать это, потому что, опять-таки, это, например, мешает нам защищать социальные права, как вот в случае с теми замечательными людьми, с которыми я разговаривал на Калужском Турбинном. Ну вот, собственно, то, о чем я хотел сказать, я думаю, что разговор продолжится. Давайте я сейчас предоставлю слово Василию Варкуеву. Большое удовольствие. Прошу Василию. Спасибо, Ирина. Вы знаете, коллеги, я на самом деле очень рад этому сборнику. Огромное спасибо Валерию Анашвили и его издателям. Совершенно замечательно то, что уже на него обратили внимание Эммануил Валерстайн и глава Лондонской школы экономики Крейг Калхун. Кажется, такую должность он сейчас занимает. Вы знаете, я не советолог, я не занимаюсь СССР как историк, и более того, я скажу вам честно, я не испытываю ностальгии по Советскому Союзу. Но в Советском Союзе я прожил 17 лет своей жизни и, так сказать, с рождения, да, и что-то успел в нем запомнить. Мне кажется, что поскольку в какой-то степени эту книгу можно также отнести к категории Memory Studies, мы можем говорить с Лик Захальваксом о том, что все-таки наша память, это прежде всего наша приватная, наша, так сказать, наша собственная память, память нашей семьи, и из нее формируется та коллективная групповая память, которая присуща, так сказать, тому социальному слою, к которому мы относимся. И я, когда получил предложение на эту замечательную презентацию, и узнал, что наконец вышла эта книга, которая была замышлена год назад, я подумал, а что меня, собственно, больше всего связывает с СССР. Да, но помимо того, что я там родился и получил первый советский паспорт, и через год эта страна распалась, собственно, в момент моего совершеннолетия. И я подумал, что прежде всего это другая книга, вот если сказать, то это сейчас, на сегодняшний день, это последняя книга, которую я держу в руках, из тех, которые я держал, а была одна из первых книг, и эта книга «Советский букварь». Собственно, вот «Советский букварь» — это была та книга, которая рассказала мне о том, что такое СССР, прежде всего. Ну, конечно, мои родители почему-то мало мне говорили об СССР, и о коммунизме, и вот это слово, оно вошло именно по прочтению этой книги, и после тех комментариев, которые дала к нему наша учительница, тем более, что это ведь очень интересная вещь. Это действительно первая книга, которую должен был точно прочитать каждый советский школьник. И в этой книге закладывались все азы, не только азбуки, не только того, какие буквы, имена и так далее, но здесь же, кстати говоря, сообщались и первые политические знания, первые знания о социуме, которые должен был получить человек. В том числе, естественно, в декабре. Эта книга еще была построена, я не знаю, как сейчас выглядит современный букварь, и, честно говоря, в этот букварь я не заглядывал ровно 30 лет. До того, как получилось сюда приглашение, букварь, в известной степени это календарь, это первый семестр, первые полугодия учебного года, и заканчивается он декабрем. Как известно, Советский Союз был основан в декабре 1922 года, и более того, поскольку это был 1982 год, и этот год был известен двумя, в общем, крупными событиями для нас. Во-первых, это был год смерти Леонида Ильича Брежнева, а во-вторых, это был год 60-летия СССР. И, честно говоря, конечно же, собственно, заключительная часть этого букваря, она посвящена именно Союзу Советских Социалистических Республик, здесь есть текст гимна и так далее, и, конечно же, кстати, портрет Леонида Ильича. Собственно, благодаря нему отчасти я эту книгу и получил, потому что, вообще-то, она была рассчитана, в Советском Союзе было все-таки экономно. Это была государственная книга, которую мне выдали с печатью средней московской школы номер 7, и когда мне ее выдавали, мне говорили, что я очень должен беречь, потому что эта книга потом пойдет в следующем. Но в ноябре 1982 года, как вы помните, Леонид Ильич умер. Вот здесь вот еще раз посмотрим портрет. Я не знаю, был ли в СССР ботокс, но ретушь была точно, и поэтому здесь он без единой морщинки, очень красивый, как вы, Леонид Ильич. Вот он, собственно, и после этого, в декабре нам сказали, ну, партии правительства очень щедрые, и поэтому дарят вам. И в какой-то степени я воспринимаю, конечно, как такой посмертный подарок Леонида Ильича, потому что, собственно, понятно было, что следующая книга начала уже печататься с портретом Юрия Владимировича. Нет, сначала Черненко. Нет, она не была. На самом деле... А портрет никакой? На самом деле... Игорь Андропова нету самого. На самом деле, ну, вот видите, у меня уже не было этого портрета. Нет, у Черненко вам был портрет, или не было? Нет. Не поручусь, это все эти свои цветы. Кстати, у меня сталинский букварей есть, и сталинский букварей, кстати, не описывал никакого... А вдруг вы точно не успели? Ну, коллеги, и так... Смотрите, я думаю, что тема остальных букварей это отдельная вещь. Я бы вернулся к этому тексту, потому что, повторяю, я с тех пор его, собственно, не читал, и я, когда его читаю, я понимаю, что все эти тексты в моей памяти. Я их абсолютно помню и абсолютно узнаю. Ну, вот, например, кстати говоря, замечательный, на мой взгляд, тоже в самом конце, практически медьковский текст. Ленину горячо хотелось, чтобы ребята вырастали стойкими коммунистами. Бывало, шутят с каким-нибудь мальчиком, а потом спросят, не правда ли ты будешь коммунистом? И видно, что хочется ему, чтобы паренек коммунистом рос. Подпись Надежды Константиновны Крупской. Честно говоря, я вот сейчас дочитываю этот текст, просто восхитился этому креативу. Я поражаюсь, между прочим, редактор этого издания, Сергей Владимирович Михалков. И он в данном случае представлен как член академии, член-корреспондент Академии педагогических наук. Вот это то, что я знал о коммунистах. Более того, я прекрасно помню, как учительница сказала, что далеко не все ребята из вас станут членами партии, но мне где-то в душе казалось, что поскольку и мой дедушка, и мой папа были уже членами партии к этому времени, то, наверное, все-таки я буду членом партии. Увы, этого, как известно, не случилось. И, кстати говоря, о том, кто кем будет, здесь тоже есть замечательная вещь. Вот смотрите, кто кем станет, вырастет верой и станет строителем. Слава и Лариса станут трактористами. Светлана, внимание, таксистов. Гендерные отношения в СССР. Нина поваром. Виктор, Никита и Тарас с Толиварами. А Павлик космонавтом. Он полетит на Луну, на Венеру и на Марс. А дальше вопрос. А кем станут Максим, Сева и Роман? По крайней мере, я знаю точно, кем стал Роман. Он стал Максим Челси. И это значит, что право Балшуковский, что в России надо жить долго. Значит, смотрите. Ну, конечно же, вот о партии «Единая Россия» и вообще о партии. Слово «партия» здесь тоже присутствует, естественно. И смотрите, как это говорится. 7 ноября 1917 года партия коммунистов во главе с Владимиром Лениным подняла, с удалением, на последний слог, дети еще не очень, подняла народ на восстание. Народ под руководством партии победил. Вся власть перешла в руки Совета. Родилось первое в мире государство трудового народа. День 7 ноября стал всенародным праздником. И чуть раньше... Вот, кстати, еще одна картинка, я не знаю, видно ли всем. Это образ Советского Союза. Я покажу также и президиуму. Эта картинка называется «Родина». Вы должны, я очень хорошо помню, были на этой картинке найти все, что было указано в тексте ниже. «Моя и твоя Родина-СССР. Прекрасная родная страна. Поля, леса, моря и реки. Здесь видно вдали моря, реки и так далее. Строятся новые заводы. Действительно, здесь видны заводы. Вообще, этот вид чем-то напоминает Запорожье и Днепр. И для меня, честно, очень долго, так сказать, СССР ассоциировался с этой картинкой. Тракторы браздят поля, проносятся поезда и автомобили, плывут корабли, высоко-высоко в небе летят быстрокрылые Илы, Ту, Яки, Аны. «СССР – страна мира и труда». Попутно, кстати, мы учили аббревиатуры, потому что Илы, Ту, Яки, Аны, и они написаны большими буквами. Значит, смотрите, но при этом, вот, конечно, эта страна охранялась. И об этом нам тоже говорили здесь. Вот как вы думаете, для чего нужна собака-человеку? Вот все, наверное, многие здесь присутствующие знают, для чего у них есть собаки. Вот для чего, с вашей точки зрения, нужна собака-человеку? А, вот вы сразу угадали. Вы явно бы с вами учились по одному букварю, но это только на третьем месте. Потому что, значит, на первом месте просто плохо было человеку без верного другу собаки. Она помогает пастуху. А во-вторых, в лесу охотник не отыскал бы без собаки ни зверя и птицы. И действительно, после зверя и птицы идут нарушители, которых выслеживает собака на границе. Но и последнее, на войне собаки-санитары помогали находить раненых бойцов. Надо сказать, при этом, этот учебник крайне не милитаристический, на мой взгляд. И вот когда мне казалось всегда, что он был гораздо более милитаристским. Здесь всего один человек с оружием. Если мы посмотрим, например, картинку про советскую армию, вот она здесь есть, то здесь воины, на самом деле, они знаете, что делают? Они салютуют. Тут так, собственно, и сказано. Вот смотрите, у них нет оружия. И говорится, на красном знамени серпа-волота знамени советские воины. Слава советским воинам. То есть эти советские воины никого не собираются нападать. Более того, когда говорится о воине-ветеране, то говорится даже не то, что он победил, например, фашизм. Вот как сейчас мы очень часто слышим в связи с 9 мая, мы говорим, что мы победили фашизм, мы кого-то победили, сломили. И здесь, на самом деле, вот смотрите, в Брежневском букваре. Он воевал за мир на земле. Сима и Зина подарили ему розы. Кстати, вот смотрите, в этой книге очень интересная, на мой взгляд, мне наиболее интересный раздел, связанный с национально-государственным строительством ВССР. Это очень интересная тема. И я думаю, что она дальше будет развиваться. Вот я скажу такую острую и даже немножко болезненную тему. Здесь нет, так сказать, людей, профессионально рассуждающих, опять же, на эти темы. Но тем не менее, вот в этой книге, вы знаете, нет ни одного раза упоминания слова «русский» и «Россия». И это правда. Здесь есть слово «русь». И оно, вы знаете, где встречается, где может встретиться слово «русь». Конечно, в июне. Но слово «русский» и «Россия» здесь отсутствует. Но при этом надо, и, наверное, по этому поводу кто-то скажет о том, что наша Родина – СССР. Но при этом в этом учебнике все русские имена, все сказки, которые приводятся здесь, русские. Правда, при этом, например, конечно, на страничке, где рассказывается про колхоз, может быть изображен человек с отарой овец. И в папахе, и в такой большой шапке. А в разделе «Хорошо жить в деревне» вот это, кстати, страшная засада. Я ведь тоже до 1991 года, как раз, пока не поехал в Псковскую область, так и думал, что русская деревня выглядит. Там изображена такая то ли литовская, то ли западноукраинская, такая красивая, с польской крышей хата. И написано «Хорошо жить в деревне». Действительно, в общем, наверное, в той деревне, которая была частью СССР, было, в общем, не так плохо. Вот смотрите, но при этом вот еще одна картинка, как раз вопрос об СССР, она заключает, вот она предпоследняя, тут вот очень интересно, сначала коммунизм, потом СССР, где мальчик в одежде батрака 17 века держит красный флаг с серповым волтом, флаг СССР, а девочка в кокошнике держит маленький, очень маленький флаг РСФСР, такой с синий полосой. А дальше стоит очень много, они отделены как-то визуально, вот все остальные ребята, мои, так сказать, односверстники, которые держат флаги союзных республик. И вот, мне кажется, что, наверное, в этом какой-то был символический пролог, потому что, когда мне стало 18 лет, все эти ребята, вот они оказались где-то там за границей. Но, тем не менее, вот этот феномен о том, что мы не говорим... Да, вот как бы, да, но вот дальше это все в устных комментариях, это уже не письменная традиция, это за пределами, так сказать, письменного текста, где-то во вне текстовом комментарии учитель мог сказать, что вот, а что он мог сказать, это было уже на его усмотрение. И, кстати говоря, в конце, это тоже такой замечательный этнографический памятник, советский октябрёнок, уже без каких-либо первичных и вторичных этнических признаков, но всё-таки светловолуцый. Идёт в компании замечательных молодых людей, своих сверстников, один из которых больше похож на румына, это, видимо, девочка из Индии, это девочка из Вьетнама, а это собирательный образ, видимо, немца и европейца, вот, человек в таких вот панталончиках характерных. Вот. И, соответственно, тоже говорится о том, что на головой планете Земля живут дети разных национальностей, у них различный цвет кожи, говорят они на разных языках, но все они хотят счастья светлого солнечного неба, и наши советские ребята хотят дружить с детьми всей Земли, вместе бороться за мир и так далее. Вот в этом отношении заявление, скажем, Рейгана в 1984 году, то есть через два года после выхода этого букваря, конечно, на меня несколько фрустрирующее действие, как он говорил, что Советский Союз империя зла, потому что, собственно говоря, вот я верил этой картинке и понимал, что, ну, окей, империя зла, смотрите, как мы хорошо здесь идем с этими людьми. Вы знаете, я думаю, что эта память останется, вот я понял это, когда я взял этот букварь, я понял это, что хочу я этого или нет, эта память оставится со мной, видимо, на всю жизнь. И многие те представления о социуме, которые вошли действительно в мою ментальность, потому что это неосознанно, отношение к миру, отношение к другим народам, отношение к войне, отношение к всему остальному, в том числе так, как должен быть пейзаж родной страны, это все заложено этой книгой во многом. И это лишний раз доказывает слова Виталия Куренова, который он говорит в этой книге замечательным образом, так сказать, когда он говорит, «Коль скоро так случилось, что Советская является частью нашей истории, его следует оценивать по достоинству, а не бежать от него». Вот это сама вся фраза, достойная лучших образцов советской академической науки, я думаю, действительно должна нас подвигнуть и дальше работать и в плане memory studies, и в плане просто исторических исследований по истории этого периода. А кончился он или будет? Вы знаете, вот последнее, если я позволю, когда Советский Союз распадался, я проходил медкомиссию по поводу приписного свидетельства. И, конечно, все врачи, между прочим, все равно бесплатно считали, что я не должен служить в армии. И, в частности, всячески мне в этом помогали. За что я, наверное, благодарен, хотя в то же время жалею, что в армии так и не служил. Вообще, наверное, нормальный гражданин должен служить в армии. Я очень хорошо помню глазного врача, его фамилия была Залкинт, он, помимо того, что выписал мне нужную справку, он еще спросил, так сказать, «А кем вы хотите быть? Вы же, наверное, поступите в институт». И я, сын советских инженеров, сказал, что я хочу быть или историком, или политологом. Потому что самое ужасное так и произошло. И Залкин, я не знаю, жив он сейчас или нет, он сказал, «Вы знаете, молодой человек, зря вы так. Лучше были бы вы математиком». Я говорю, ну как, ну я понял тут же этот дискурс, потому что он присутствовал у меня довольно с раннего возраста. Я сказал, нет, ну что вы, все так изменилось. И он выдержал такую некоторую паузу, очень устал, посмотрел на меня и сказал, «Бросьте вы, ничего никогда не изменится». Вот на этом я позволю себе закончить. Спасибо. Сейчас мы перейдем к разговору о сексе, наконец. Валерий, вы заявили, значит, что будет разговор о сексе, поэтому все будет. Еще минутку терпения. Давайте, прежде чем перейти к волнующему действительно сюжету, я все-таки предоставлю слово Павлу Михайловичу Кудюкину. Он является одним из авторов этого сборника. Я немножко, как бы, продолжу то, на чем завершил Борис свое выступление. Вот в 79-м году, готовя самый очередной выпуск, сам из датского «Альманаха», там мы планировали поместить стихотворение, которое называлось «Николаю Ивановичу Бухарину», что по тем временам тоже было весьма кромольным. Но характерно, как это стихотворение заканчивалось. «Из будущих светлых, из ора ура, прорвемся и вас отогреем, в подростка страну, в Коминтерн, во вчера, которая будет добрее». Действительно, где-то вот этот мотив присутствовал даже у людей, как, в общем-то, весьма критически относившихся к советскому опыту и к советской реальности. Вместе с тем, я менее оптимистичен, чем Ирина, когда вы говорили, что мы уходим от этого взаимозабрасывания грязью и переходим к более трезвому и, может быть, несколько остраненному подходу. Это пока, наверное, так говорить, все-таки преждевременно. Постоянно приходится сталкиваться действительно с этими спорами. Причем не только с людьми, жившими в Советском Союзе и, очевидно, очень идеализированно вспоминающими эту жизнь, но и с молодежью, которую Советский Союз уж никак по личному опыту не знает. Знает по, может быть, рассказам родителей, там, дедушек, бабушек, по каким-то текстам. И когда вот они начинают рассказывать про Советский Союз, я вспоминаю тоже советский анекдот, как воспитательница в детском саду рассказывает, «Дети. Советский Союз – это такая замечательная страна, где все люди дружат друг с другом, помогают друг другу, где у всех детей есть замечательные новые игрушки и так далее. Таня, почему ты плачешь? Хочу в Советский Союз!» То есть в этом смысле действительно Советский Союз не был ни раем, ни ад. Это была страна достаточно специфическая. И, так сказать, немалая часть текста в книжке посвящена именно тому, чтобы попытаться осмыслить Советский Союз в мировом контексте. Действительно, как бы, не бывает стран, живущих изолированно, в современном мире, по крайней мере. И без понимания мирового контекста мы Советский Союз не поймем. И не поймем в том числе, чем, скажем, советское общество отличалось от западных обществ, от обществ третьего мира. И без понимания специфики Советского Союза мы действительно многого не поймем в нашей современности. В том числе и потому, что мы все больше понимаем, что в нашей истории разрывы сосуществуют с преемственностью. И это очень давнее явление. Ну, вспомним там гигантский перелом, скажем, петровских реформ. И в то же время, если мы пристально не их рассмотрим, то увидим, как Петр во многом доводит до предела, как бы, приводит к кульминации гораздо более ранние тенденции, как бы завершая такое служило, тяглое государство Московской Руси, доводя его, как бы, до полного завершения и одновременно начиная, действительно, русский модерн, как эпоху. Великая русская революция 17-22-го годов. Действительно, мало, наверное, в мировой истории сходных переломов. И в то же время, вдруг, неожиданно, как бы, мы обнаружим, сколь многое и очень быстро начинает восстанавливаться и воспроизводиться из старого общества. Характерно, что года два назад, например, вышла книга по социо-культурному облику российского рабочего класса с очень непривычной пока для нас датировкой 1900-1941 годы. Без этого перелома 18-го годов. И авторы очень убедительно показывают действительно преемственность в развитии российского пролетариата, несмотря на вот эти вот грандиозные потрясения и переломы. То же самое и с современной Россией. Мы действительно постоянно сталкиваемся с явлениями, которые вырастают из нашего пока еще не очень дальнего советского прошлого, мутируют. Иногда сильно при этом изменяясь, но опять же анализируя корни, обнаруживаем, что мутировавшиеся, изменившиеся, но вот оно то привычное, памятное. Вместе с тем, вот очень, вот с моей точки зрения, вот для меня лично, самой интересной частью книги было как раз восприятие через повседневность, написанное как раз вот практически полностью молодыми людьми. и меня очень порадовало, что действительно вот кроме тех молодых людей, которые воспроизводят вот эти мифы, светлый миф о Советском Союзе, есть люди, которые способны понять и реконструировать реальную картину. И опять-таки для тех человек, который все это живьем наблюдал, а отчасти отношение к тому, что вообще вещь не стоит выбрасывать, если ее можно как-то реактуализировать, заново использовать в другом может быть качестве, как бы узнавал в том числе и собственные черты, которые тоже ведь уходят гораздо глубже, чем в советское прошлое. Это же часть крестьянской психологии. У крестьяна в хозяйстве использовалось все, ничего не выбрасывал. как бы все так или иначе находил. И вот советский человек, уже переселившийся в город, ставший там гражданином во втором из третьем поколении, все равно нес эту привычку. И очень интересное тоже наблюдение там вот в этой как раз статье про вещи. Ведь это же очень экологичный подход, то есть опять как бы подход из будущего, который невозможен для современного капитализма, но может быть будет востребован будущим обществом. что действительно капитализм это как Сартер определял цивилизации на выброс, переработка природного материала в мусор. Ясно, что посткапиталистическое общество наверное будет гораздо более экономным в отношении к природному веществу, в общем и к человеку тоже. Так что действительно все очень тогда кстати в своей статье которая посвящена как бы вот миру труда как раз тоже перекличка с тем о чем мы говорим я ведь тоже пытаюсь показать как бы глубокую преемственность советского типа трудовых отношений тоже со многими корнями уходящими там и в 19 век и продолжение многих явлений в этой сфере в современной России в постсоветской России как бы тоже когда многое становится понятным если мы понимаем что это растет из советского общества. Так что действительно вот с моей точки зрения это очень важный шаг как раз вот к тому как бы вполне спинозовскому подходу не плакать не смеяться понимать то чего нам очень не хватает действительно начать более остраненно очужденно если можно так выразиться брехтовски начать относиться к этому нашему еще живому прошлому и только такой вот более рациональный подход поможет нам действительно понять что из него мы можем и должны осваивать что нужно мучительно может быть долго но и сживать если мы хотим двигаться вперед то как раз раздел о национальной политике ну давайте плавно переходить к обсуждению темы секса но мы не сразу перейдем я повезу себя по садистке дело в том что в советской риторике всегда сексу противопоставлялся спорта то что секс это плохо это мы все знаем прекрасно я об этом скажу но советские идеологи после революционных лет начала 20-х годов они все время значит мучительно думали вот как сделать так чтобы человек наконец перестал интересоваться сексом эта проблема она их как-то мучила терзала и они все придумывали какие-то свои способы и в общем ничего более радикального они не придумали как занятие спортом то что спорт отвлекает молодежь от этих ненужных методов спорт как вот больше заниматься спортом там анкета среди спортсменов среди них меньше венерических заболеваний конечно же и так далее так что прежде чем говорить о сексе мы говорим о спорте как спор значит как противопоставление потом уже значит мы предадимся вот этим всем замечательным размышлениям я предоставляю слово с удовольствием Марии Ивагиной которая является автором одной из прекраснейших статей нашего сборника как раз посвящена советскому спорту вот Мария тогда вам слово да я наверное поступлю тоже по-садистски потому что я начну не сразу со спорта так получилось что разогрев но я продолжу мысль предыдущих докладчиков которые с упоением разводили старшее поколение молодое которое не успело застать советский союз и узнала его только по рассказам родителей бабушек и дедушек так получилось что я здесь нахожусь как раз как бы в качестве подопытного кролика такого идеального образца этого самого молодого поколения и вот хотелось бы поделиться с вами мыслями вообще из чего у меня возникла эта работа то есть каким образом я получила такую дерзость говорить о советском прошлом в котором вы все жили дело в том что на моих глазах происходило происходили процессы воспитания этих самых новых молодых людей которые не успели впитать в себя паттерны советского советской культуры и в своей жизни я встречала людей которые были воспитаны приблизительно по двум моделям первые впитывали с жадностью всю западную культуру их родители были в восторге от того что наконец-то открылся этот барьер и у них они смогли дать своим детям то образование которое было там которое считалось лучше и в том числе приучать их к телевизионным программам к той литературе которая казалось бы была массовая а второй тип воспитания был связан как раз с обратной тенденцией когда родители считали наоборот пришедшую коммерческую культуру чем-то пагубным и в попытках найти хоть какие-то ориентиры для воспитания предлагали своим детям только то на чем они воспитывали сами и я в общем-то представляю вторую группу и даже несмотря на то что я прожила всего один месяц в Советском Союзе я очень горжусь тем что в моем паспорте стоят четыре буквы вместо Российской Федерации и я очень горжусь тем что мои родители воспитывали меня на советских сказках которые были очень потрепанные достались им самим от каких-то тоже от их родителей и мультфильмов которые они умудрялись каким-то образом записывать потому что их крутили все реже и реже и постоянно вели со мной разговоры о каких-то вещах которые были для них важны и поэтому я считаю себя частично человеком который впитал это советское мышление и некую советскую картину но поскольку чем старше я становилась тем больше как-то я замечала как сильно с каждым годом меняется политика собственной нашей страны в том что касается отношения к советскому тем сильнее я еще понимала насколько эта картина моих родителей и картина того самого старшего поколения тоже в общем построена на каких-то мифов и тут мы переходим к спорту собственно картина старшего поколения мне кажется очень хорошо отражена в советском анекдоте тут я тоже продолжу докладчиков который звучит приблизительно так участвуют только две страны в соревнованиях по атлетике Соединенные Штаты и Советский Союз американец прибегает первым советского спортсмена вторым и советские газеты пишут американцы сейчас советский спортсмен прибежал одним из первых занял почетное второе место прибежал одним из первых а американец занял предпоследнее место и в общем то вот это И вот этот вопрос соревнования на мировой спортивной арене был ключевым для той картины спорта, которой видела то поколение, с которым я имела возможность общаться. И вот в своей работе я попыталась раскрыть тот аспект, что эта картина не всегда была таковой. Ключом к этой советской спортивной политике стало понятие рекорда, которое принципиально меняет спортивную систему в 20 веке, делая достижения сопоставимыми во времени и в пространстве. Дело в том, что в начале, в период становления советского государства, рекорд принципиально отрицался властями, и любое достижение всячески осмеивалось и критиковалось. То есть были даже введены специальные понятия рекордсменства и рекордизма, и, собственно, любая соревновательная практика фактически тоже запрещалась, уступая место физкультуре. И, кроме того, второй миф, который, мне кажется, тоже очень важным в этом аспекте, заключается в том, что до, собственно, становления Советского Союза страна успела сделать очень многое на советском поприще. Собственно, членом Международного Олимпийского комитета был поддан Российской империи, который принял участие в первых Олимпийских играх в Афинах в XIX веке. Российская империя участвовала в трех Олимпийских играх, и был создан Российский Олимпийский комитет, и она даже имела своего Олимпийского чемпиона. То есть, собственно, на мой взгляд, есть некая проблема, которая заключается в том, что когда мы говорим советская картина или советская культура, мы все время подразумеваем некое прошлое, которое, в общем-то, не так отдалено от нас. В то время как, я думаю, что мое поколение неизменно продолжает сталкиваться с вопросом, что происходило на протяжении всего того периода, сколько существовал Советский Союз. Собственно, например, в учебниках истории в школе я отлично помню, что было всего лишь несколько ключевых точек в этой огромной эпохе. Это становление, 1917 год, Великая Отечественная война, словно между этими двумя датами ничего не существовало. И дальше уже где-то кукуруза, и потом уже распад. Собственно, вот и все. Ну, где-то еще посередине появились мультфильмы, и то, что должно, наверное, заинтересовать ребенка. Аккуруза, чебурашка и распад. Да, где-то так. Ну, я думаю, что... Я очень надеюсь, что это... Не последняя... Не последняя... Не последняя работа по Советскому, которые будут как-то взращиваться на нашем отделении, потому что я думаю, что именно вот этот вопрос, как преобразовывалась эпоха внутри... Как преобразовывалась Советская внутри вот этих своих временных границ, мне кажется, очень важным. И я благодарю, безусловно, Ирину Викторовну и всех составителей сборника за то, что они меня пригласили в этот проект и, собственно, довели это начатое дело до конца, потому что я думаю, что это чрезвычайно важно и надеюсь, что это будет еще продолжаться. Спасибо. Ну что, значит, дорогие друзья, те, кто досидел до этого момента, значит, прежде чем передать слово специалистам в этой области, я просто скажу несколько слов про секс-естественное. Значит, я когда-то в свое время написала такую статью, которая называлась «Секс в Советский Союз пришел вместе со спиной». Сейчас я попытаюсь объяснить, что это такое. Значит, все прекрасно знают то ли произнесенную, то ли непроизнесенную на самом деле фразу, потому что произнесенную, но как-то не так, как она запомнилась в нашей коллективной памяти. Значит, все знают, о какой фразе я говорю, что, значит, были в начале перестройки были знаменитые телемосты, значит, которые был... Вот, своих студентов я выгоняю разговоры во время лекции. Вот, не дадут соврать. Значит, были телемосты, значит, между Америкой и Советским Союзом, такое первое вот открытое окно, во внешний мир, и, естественно, там поднимались разные вопросы и так далее, значит, животрепещущий вопрос, и что-то там такое, я этот телемост вот сама не видела. Знаю, что это сослок моей бабушки. А, и та, еще поднимается какая-то тетенька, по-моему, ну, не знаю, такая, ну, не ты уже молодая тетенька. Что-то там говорит про секс, она говорит, что в СССР секса нет. По-моему, так. Хотя недавно вывесили в Фейсбурге... Ну, что-то там, да. Вывесили в Фейсбурге, это самое, она говорит, нет. Нет, да. Ну, значит, все ржут, значит, все смеются, и, значит, вот эта фраза была, значит, написана на знаменах перестройки, что как же так, вот дети у них есть, а секса нет, да? Значит, при этом, значит, поскольку я получила эту историю, значит, из-за своей бабушки, бабушка... Говорит, вы понимаете, вот ее спросили, есть ли у вас секса? Она говорит, что, в каком-то сексе у нас нет, вот какая умная, там, типа, женщина. Вот, значит, что бы это значило, да? При том, что моя бабушка, значит, благополучно имела двоих детей, значит, если бы не она, то меня бы, наверное, не появилось. Ну, вот, значит, секса в Советском Союзе не было, потому что надо понимать, что такое было слово секс вообще для советского человека, для советского, так сказать, обитателя вот этого советского пространства, что такое было секс? Секс – это то, про что писали в литературной газете, которая, значит, была страшно распространена в среде интеллигенции, особенно в 70-е годы, получали ее по средам, значит, вот Денис Викторович, надо соврать, и там, значит, всегда какой-нибудь был разворот, значит, там было две тетрадки замечательные, значит, на первом развороте там что-то было про советских писателей, потом там была тетрадка, посвященная зарубежным событиям, и вот там, если повезет, были какие-то материалы про то, значит, что такое вот страшный секс в страшном капиталистическом обществе. И там были, помню, как сейчас ребенком читала, значит, эти вот страшные статьи, как там, значит, у них в Америке на 42-й улице процветает секс через запятую проституция, наркомания, стриптиз и что-то там еще. Вот это все, вот это все, вот это все очень плохое, страшное, непонятное совершенно, и какое-то загадочное, вот это все называлось словом секс. Ну, понятно, что вот такого секса в Советском Союзе, конечно, не было. Поэтому несчастная тетенька, которую спросили про секс, она понимает, что секса нет и быть не может. Потому что вот этого как раз в Советском Союзе не было. Что было в Советском Союзе, друзья? А чего рождались дети? Потому что была половая жизнь. Вы понимаете, вы почувствуете разницу, да? Половая жизнь и секс – это не одно и то же. Дети спокойно могут рождаться от половой жизни. От секса не обязательно, да? Значит, половая жизнь и вообще все, что связано вот с этой проблематикой, было страшно невкусным. Значит, начиная от каких-то там, я не знаю, ванночек, значит, в больнице, где написано слово «вата», такие страшные белые малюрованные ванночки, да? Которые как бы вот трактуют о прекрасном, да? Там, скажем, о рождении ребенка. Вот. Оно все было вот такое же точно и невкусное, да? Значит, половая жизнь – вредная, нехорошая вещь, которую надо изживать при помощи спорта. В принципе, она ведет в основном только всегда к венерическим заболеваниям. Больше ни к чему. Никаких положительных там аспектов здесь быть не может. И не папочная беременность. Ну, естественно, да. К беременности она ведет, значит, к нежелательным, значит, к венерическим заболеваниям, потому что предохраняться, как бы они не предохранялись, это ничего не помогает, естественно. Значит, лучше всего пить томатный сок, как все знают из анекдота. Значит, не до, не после, а вместо, значит, все, мы, конечно, знаем, да? Значит, ездили какие-то лекторы, посмотрев на которых, понятно, что у них очень давно не было никакого секса, значит, рассказывали, что случайные внебрачные связи очень опасны. Сама, значит, ребенком присутствовала на такой лекции в доме отдыха. Вот, что это, в общем, все неприятно. Рассказывали какие-то неприятные, мерзкие, невкусные подробности, значит, все такое. Ну, в общем, значит, вот это все, да, значит, вот это то, что существовало. И тут, значит, бац, перестройка, гласность. Мы, значит, открываемся миру, и там, а у них там начинается спид. И спид – это страшная болезнь, которая подается вот этим самым проклятым молодым путем, лично, о котором лучше бы забыть раз и навсегда. И как-то надо, значит, людей просвещать на эту тему. Если, значит, там на Западе вот этот спид, он должен был какую-то мифическую сексуальную революцию, значит, остановить наоборот и ввести в людей нормальное русло, но, конечно, бы они бросили свои беспорядочные половые связи, они жили уже только с одним партнером, наконец, и пользовались презервативами. А как вообще произносить эти слова, значит, в советском дискуссии? И партнерки, и презервативы. И тут вот это и, наконец, надо было все, вот, так сказать, актуализировать. Поэтому, значит, появляются газеты «Спид.Инфо», которые, значит, под видом борьбы со спидом, заодно нам немножко рассказывают вот про эту самую сексу. Поэтому, значит, как у них спид, значит, не сворачивается, а у нас, наоборот, все это расцветает в большом смысле. И тут у нас, значит, уже начали это и проституция, и публичные дома, значит, и стриптиз, и порнографии, и все, что угодно. Но это мы все получили под знаком борьбы со спидом. Я так считаю. Вот. Значит, что о современной ситуации, значит, сексуальной жизни, расскажет Денис Викторович Дорогутов. Спасибо большое. Я расскажу, конечно, не о современной ситуации, но о современной жизни, поскольку человек, я уже пожилой, но сейчас в современной ситуации я небольшой эксперт, тем более, что я, как, так сказать, такой домодельный совершенно. Я по профессии, я филолог, а по роду занятий я литератор, журналист. Но, как домодельный антрополог, я все-таки люблю полевые исследования. Понимаете? Полевые. Полевые. Вот. А не, так сказать, говорить. Мне кажется, и поскольку, так сказать, пик моих полевых исследований этой проблемы пришелся именно на конец, на начало 70-х и вот до конца 70-х, то есть на самые советские времена, я должен сказать, к сожалению, что я должен немножечко уточнить сказанное предыдущее Марата о том, что я очень, так сказать, с огромным уважением отношусь к этому вот советскому миру в отсутствии секса в Советском Союзе. Не могу сказать, это вот такой же, в общем-то, на самом деле, это, конечно, неправда. Секс, конечно, в каких-то смыслах, несанкционированный секс очень не одобрялся. Я позволю себе рассказать, и более того, он какое-то имел магическое даже свойство. Я позволю себе рассказать такую историю. Я работал в одном очень закрытом, почти военном учебном заведении. И по делу, чисто для деловых контактов, я ходил в другое, тоже еще более закрытое и еще более почти военное заведение. Однажды я туда пришел и увидел очень интересную, я пошел, пришел к начальнику. Начальника не было на месте, а его заместитель командовал какими-то мужиками, которые снимали портреты членов политбюро, и вешали новые портреты членов политбюро. Я ему говорю, что вы тут делаете? Он говорит, смотри, какие вот те были вот такие, а вот эти такие. Вот те были фотографии, а эти вот живописные, вот разжились денежками, профинансировали, решили новые повесить в портреты. Я говорю, ладно, ладно, расскажи, в чем дело-то? Зачем их перевешиваете? Дежурного офицера, говорит, застукали, говорит, трахался с уборщицей, вот на этом вот стаде. Я говорю, и чего? Он говорит, ну они же это видели. Они были реально, портреты были реально осквернены, так сказать, созерцанием вот этого вот безобразия, их надо было менять. Поэтому к сексу такой, поэтому вот такой вот секс, он был, конечно, как-то его... И вот именно вот это вот сакральное отношение к несанкционированному сексу в неположенном месте, может быть, оно и вызвало миф о том, что секса в Советском Союзе не было. Секса в Советском Союзе было, так сказать, высших крышей. Именно как секса, а не как вот этого саморепродуктивного поведения. Чему косвенным свидетельством является, например, деятельность великого человека, которого покойного, сегодня Георгия Степановича Васильченко, основателя отдела секса и патологии института психиатрии. Надо вам сказать, что он издавал, начиная с 70-х годов, огромное количество книг и очерков по секса и патологии, из которых яствовал, что секс был и проблемой сексуальности, были отрефлектированы советским человеком достаточно, так сказать, тщательно и подробно. Моя бывшая жена работала в том же институте психиатрии в соседнем коридоре с Георгия Степановичем Васильченко и рассказывала массу интересных вещей, какие роскошные мужчины в прекрасных прикидах, в великолепных кожаных куртках и там с толстыми красивыми часами Сейка, тогда это было самое в советское время супермодное, на швейцарских часов не знали было Сейка, какие они там сидели в этом самом прихожей, а там был один из очень хороших сексопатологов, был абсолютно глухой. Он говорил, громче, орал он, что не стоит, громче, громче. Это было так, чтобы... Но, однако, с сексом то же самое с конституцией, которой было полно. Вы знаете, не так давно я слышал очень интересный рассказ от одной своей молодой корреспондентки. Она мне сказала, что к ней пришел молодой человек на свидание, открыл дверь, она открыла дверь, он вошел, и она говорит, я вижу, он без букета и без конфет. Я ему сразу, я, говорит, сразу, в один миг подумала. Ага, значит, ты ко мне пришел без... А знаешь, сколько я потратила на наше свидание? Сколько косметика стоит? Сколько амортизация бюдгальтера? Солярий? Какой-то новый шампунь, чтобы хорошо пахло и так далее. Говорит, до рублей 400 как минимум ты мне стоил просто для этого... А ты без ничего. А сейчас так все ходят. Вот. А ты, говорит, без ничего. Я ему сразу сказала, так это, говорит, какой-то альфонс, дармоед, халявщик. Он, может, в следующий раз на меня руку поднимет, раз он так обнаглел. И я ему сразу говорю, извини, у меня бабушка срочно заболела. Хлоп, и теперь ему брошу. Все, до свидания. Вы знаете, в совет... Вот этого в советское время не было. В советское время секс не был, как сказать, сексуальность. И тело не было материальным активом. Проститутки были, безусловно. И причем надо сказать, что советская проститутка... Я низкую, беру низкие цены. Именно низкие цены, потому что... Знаете, это очень просто. Потому что высокие цены могут быть какие угодно, понимаете? А может быть миллион, миллиард, понимаете? Мы все помним про... Мы все, конечно, наизусть знаем просто, и, конечно, все помним у германтов, мы все помним историю Робера Сен-Лу, который платил своей собержанке 20 тысяч франков в месяц, хотя на самом деле она стоила просто 20 франков. Но он этого не знал. А сам вот рассказчик, то есть сам говорил, что она ему стоила... Понимаете? Поэтому смотрим по нижнему пределу. Вот нижняя, средняя такая, я бы сказал так, средняя Переяславская цена, то есть улица Большая Переяславка, или Долгопрудненская цена, это от 3 до 5 рублей. Значит, теперь смотрим по средней зарплате. И понимаем, что советская, современная проститутка стоит в 3-5 раз дороже по паритету покупательной способности, или по... Или... Правильно! Правильно! Потому что сейчас на это, так сказать... Сейчас это, так сказать, очень как бы издержки идут на это дело большие, и эти издержки необходимо покрывать определенным способом. Интересно тоже, что, соответственно, получилось... Что таким образом, соответственно, тело стало ресурсом. Надо сказать, вот я еще расскажу одну замечательную историю. Уже мы переходим. Я не, так сказать, ни подробную, ни курс, лекции читаю, а просто... У моей мамы была знакомая одна танцовщица. Она, эта танцовщица, однажды рассказывала такую ужасную историю, то есть не происходило, произошла где-то там, ну, в Сочи, грубо говоря. Она в частном секторе себя сняла. А танцовщицы за своим телом ухаживают лучше. Ухаживали тогда лучше, чем нет танцовщицы. Она сняла эту самую комнатку где-то, а в соседней комнате был какой-то молодой инженер со своей молодой женой. И она, а эта самая танцовщица была женщина грубая, она сказала, ты что, говорит, такие, кусты под мышками развела, говорит, подруга этой девушке. Ну, пусковлись, говорит, отдыхать приятно на пляже, и мужу понравится. Ну, вечером был дикий скандал. Муж позвал милицию, чтобы эту самую танцовщицу за вовлечение в проституцию. Потому что, как известно, под мышки бреют только проституцию. Это было совершенно святое убеждение, так сказать, советского человека. И поэтому, вот, так сказать, вот с этим надо было что-то делать. И поэтому тут нужно сказать еще очень интересную вещь. У Георгия Степановича Васильченко изобрел такой замечательный термин. Называется «диапазон приемлемости». Это имеется в виду те, так сказать, формы, так сказать, секса, которые, так сказать, человек для себя позволяет, и те, которые для себя он позволить не может. И поэтому, да, и поэтому, вот, мои, так сказать, полевые исследования показали, что, вот так сказать, в общей своей массе женщины разделялись на две категории. Так сказать, ценностно ориентированные, я бы их назвал, или социально ориентированные. Ну, или можно назвать их еще стыдливые или трусливые. Значит, для ценностно ориентированных или стыдливых главное – это не выйти за рамки диапазона приемлемости, а там хоть трава не есть. Для других социально ориентированных, или они же трусливые, главное – не залететь. А там, соответственно, тоже хоть трава не расти. И вот постсоветский, так сказать, я уже возвращаюсь, так сказать, уже завершаю свою, так сказать, свою краткую, яркую, содержательную речь такими словами, что постсоветский период, он характеризуется конвергенцией вот этих двух лиц. И поэтому на месте, так сказать, в общем-то, практически вот этих вот социально ориентированных или трусливых становится все меньше и меньше, потому что в связи с, так сказать, распространением культуры контрацепции. А что касается вот этих вот ценностно ориентированных или стыдливых, их становится совсем практически нисколько, потому что, так сказать, разнообразная изопродукция, а также, так сказать, опыт, так сказать, каких-то устных рассказов. В общем, вот культурный вот тут. Вот здесь вот произошел какой-то вот интересный культурный перелом. И он, так сказать, интересен. И второй, так сказать, культурный перелом, который я еще раз повторю, это вот, так сказать, вот эти вот бесконечные пилинги, шмиллинги, антицеллюлиты и, так сказать, эпиляции и все подобные тому дела. Все это, так сказать, поэтому тело стало, так сказать, активным, и поэтому, соответственно, все это, так сказать, хозяйство, экономика, все это очень сильно подорожало, естественно, что совершенно как бы справедливо. И вот переломный момент, который я наблюдал лично, был, по-моему, вот где-то уже в конце, вот в самом конце 80-х годов, где я уже находясь в больнице, в палате, в простой горбольнице, в палате с многими людьми, одновременно с этим, значит, я слышал разговор, один молодой человек сравнительно рассказывал про всякие, вот, ну, как говорит перенитно, про секс, А другой человек, чуть постарше, говорил мне, что за то, что вот, Ирина, как называется, сексом, 10 лет дает. Спасибо. Дмитрий Петров, я не участвовал в создании этой книги, Ирина, спасибо большое за то, что дали мне слово, но после того, как выступили Боря, Павел, Васильев, и все другие наши уважаемые коллеги, включая Дениса Викторовича, я просто не мог удержаться от того, чтобы сказать пару слов в пользу этой замечательной книги, потому что, судя по этому, наступление, чрезвычайно полезная штука. Но, и не только потому, что я ее не читал, а еще и потому, что, когда я шел сюда, я увидел присутствие этого советского в нашей повседневности, и оно здесь вот буквально в двух шагах от первого этажа, чебуречная, там написано, чебуречная, зайдите туда, зайдите, она вся почти увешана внутри красными вымпелами, вот такими советскими переходящими вымпелами, которые когда-то от цеха к цеху, значит, на трубном, на Калужском турбинном заводе передавались в качестве большого поощрения и награды. Таким образом, современное капиталистическое общество, это совершенно капиталистическое предприятие, да, кооптирует все советское в нашу повседневность и в свою самую главную повседневность, и учится его продавать. И продает их чрезвычайно успешно. Обратите внимание на наше прекрасное предприятие, которое называется метро. Мы свыклись просто с тем антуражем, который мы наблюдаем в этом, на самом деле, в этой красной пещере. Это самая настоящая красная пещера. Зайдите на станцию метро Краснопресненская, вы обратите там внизу внимание на то, как она украшена, каков интерьер этой станции. Обратите, я сейчас не буду этого рассказывать, да. Вы увидите это в колоссальном количестве самых разных станций метро. Больше того, если вы подниметесь со станции Краснопресненская наверх, вы увидите там памятник боевику, вы увидите там памятник террористу. Вы увидите там человека в сапогах, с наганом, значит, с гранатой. Все очень серьезно. На самом деле, это называется управляющая знаковая система. Обратите внимание на наше здание МИДа, и вы увидите там герб СССР. Никакого СССР не существует. Не существует никакой советской внешней политики. Герб СССР красуется на здании Министерства иностранных дел Российской Федерации. То есть, на одном из ведущих правительственных зданий, существующих в этой стране. Да, управляющие знаковые системы, это очень мощная сила, которая на самом деле работает с каждым человеком, который попадает в это пространство. Представьте, что происходит с человеком, который попадает в Красную пещеру метро, следуя на капиталистическое предприятие. Его разрывает. Он оказывается в ситуации тотальной шизофрении, на самом деле, когда он выходит от этого метро. Потому что по пути на капиталистическое предприятие он проехал через Советский Союз. Да, это очень интересный опыт. И с этим опытом мы имеем дело каждый день. Я не готовился к сегодняшнему выступлению. Я узнал о презентации буквально незадолго до того, как она состоялась. Но мне сегодня под руку повернуло стихотворение, которое замечательным образом иллюстрирует все прежние выступления. Если вы не возражаете, я позволю себе его прочесть. Это очень милое стихотворение написал Константин Григорьев. Это такой современный, милый, интересный такой парень. Он написал много разных песен и стихов. Стихотворение это называется «Мальчик чумазенький». Оно замечательно иллюстрирует тот разрыв, который существует сегодня благодаря присутствию Советского Союза в нашей повседневной, ежечасной, ежеминутной жизни. И вы поймете, о чем, собственно, я говорю, о чем здесь речь. Итак, Константин Григорьев, «Мальчик чумазенький». Каждое утро радостный ты просыпаешься. Теплой водою с песнями ты умываешься. Ты заправляешь коечку, гладишь подушечку. Сладкой истомой манят тебя потягушечки. А в это время западный мальчик чумазенький. С полой грудью чахнущий и грустноглазенький. Катит в свою шахте с углем в гонеточку, чтобы получить вечером мелкую монеточку. Каждое утро гладкий, довольный, сияющий. В школе встречаешь добрых и верных товарищей. Вспомнили, вспомнили, да, все букварь, Вася, да? А верных товарищей пахнет цветами, Светлая комната классная. Нежно ерушит вихры, Твои солнышко ясное. А в это время западный мальчик горбатенький Гробик несет, спотыкаясь для младшего братика. Он схоронил мать отца двух сестреных, трех дедушек, И все равно покормить ему надо семь дедушек. Ты каждый вечер ходишь гулять по Москве реке, С девушкой милой, глаза у нее как фонарики, Робко в любви объясняясь, за полную грудь берешь, Шепчешь на ушко стихи и в аллейку ее влечешь. А другой мальчик, с улыбкой бессмысленной, жуткую, Возится в жалкой лачуге своей, с проституткой, Завтра ему чуть свет на работу опять вставать, Как бы скорее закончить и завалиться спать. Школу закончив, может ты станешь директором, Или инспектором, или вообще архитектором. Сытый, веселый, румяный и к людям внимательный, В ладушке будешь играть с женой привлекательной. Мальчик же западный, чахлый, забитый, запуганный, Кашлить чихать будет пылью противную угольной, А потерявший работу в сиянии месяца, Жалкой лачуге своей с облегчением повесит. Будь же ты проклят, тот дяденька, что вдруг решил вести Нашу Россию по западному тому пути, Очень обидно в трудах загибаться во цвете лет, Чур знает чем заниматься, чтобы раздобыть обед. Вижу, на улицах наших уже появляются, Дети чумазые, гражданам так обращаются, Дайте хотя бы копеечку, добрые, милые, Только спешат мимо них люди хмурят. Спасибо большое за то, что они предоставили этот зал. Я, к сожалению, не слышал дискуссию, потому что, как я предупредил... Дискуссия нет. То есть вы все одно и то же говорили. Они как обычно. Ну тогда я еще то же самое скажу еще раз, потому что я не слышал. Но я предупредил организаторов, говорю, вот жалко, накладочка вышла, Как раз подпольное общество собирается, должен быть. Потому что красная пещера, она же не только в метро, она везде. Куда ни ткни, везде красная пещера. Белоленточный марш, половина флагов красный. И в общем создается такое впечатление, что цирк уехал, а зрители остались. То есть как бы Советский Союз вроде как умер, А субкультура, и вот, как еще Бургулис любит говорить, геополитическая реальность, которую он распустил в Беловежской куще, она лежит там. И что-то с ней происходит. И поэтому очень приятно было участвовать в этой книге, из которой мы, конечно... Ну то есть мы узнаем что-то иное про Советский Союз. Я просто тоже не читал книгу еще. И себя даже не читал еще. Что там получилось. Но, понимаете, чем больше мы смотрим на это дело под разными, особенно если под неожиданными углами зрения, отвлекаясь от чахленьких мальчиков, которые тащат, кстати, тюки с турецкими товарами по улицам, мы начинаем понимать, что Советский Союз-то он может и не умер. Он как-то есть, потому что... Когда умрет Советский Союз? Ну, учитывая, что наше общество вперед, оно как-то не движется. То есть я не вижу каких-то показателей, чтобы можно было сказать, по которым оно стремительно движется куда-то вперед. Оно движется назад. Ну, видимо, когда умрет последний советский человек, окончательно рухнет модерная культура, и страна погрузится в какое-то, так сказать, общество третьего мира, такое полумусорное, полуфеодальное, мы можем сказать окончательно все. Ну, слава тебе, Господи, умер Советский Союз, можно жить свободными. Но, с другой стороны, а может быть, этого и не случится. Может быть, в каких-то новых формах мы еще увидим и полезные вещи, сохранившиеся от Советского Союза. В новых формах, конечно. Мне вот нравится в этой связи такая аналогия. Вот была Римская империя. Существовала. Потом ее пояшили и потопташили разные варвары. На Востоке какое-то время держалась, но, в общем, с тем же успехом. Ну, как тысячу лет еще держалась. Да. Результат. То есть, первая тысяча, вторая тысяча. Этот результат. Но пока вторая еще держалась и говорила, мы, Ромейская империя, единственная, никто там не делил на Запад и Восток, на самом деле. На Западе появились самозванцы и сказали, а мы по-новому хотим. И создали там Священную Римскую империю Германской нации. Да, ну, так сказать, куда же без Карла, да, тоже короновался, но это недолго продержалось, а Священная Римская империя Германской нации гнила там, как тот капиталист. И пахнет. Это другое. Ну, другое. Устройство может быть другое, но традиция осталась, очень многое осталось. И не было бы первой, не получилось бы второй. Может быть, будущее человечества что-то возьмет из этого нашего опыта. Может быть, пригодятся и люди, которые не вздрагивают, входя в блюдах. Вот, иностранцы, они, кстати, тоже сейчас перестали вздрагивать, они все фотографируют. Они воспринимают это все как фараона Эхнатона и Рамзеса II. Мы же не воспринимаем фараона Рамзеса II как страшную угрозу цивилизации. Он же, кстати, страшно дилетарная была личность. Но его показывают туристам. А вот советский человек тоже не вздрагивает. Но советский человек, оставшийся, он воспринимает себя в этом органично. А когда мимо, так сказать, вот чахленькие мальчики тащат эти тюки, ну, не пылью, конечно, угольной, ну, угольные шахты закрываются, мы знаем, поэтому это был бы даже прогресс какой-то. Нет, вот тюки тащат. Мы вздрагиваем. Нам это неприятно. Мы думаем, елки-палки, может быть, что-то изменить в этом человечестве и в этом отечестве. И я думаю, что если это так, значит, мы еще живы, значит, нам нужны такие книжки, которые не осуждают и не одобряют, а позволяют посмотреть на это под неожиданным углом зрения. Спасибо, если поняли, о чем я хотел сказать. Я как человек, который имеет какое-то, хотя и, безусловно, я думаю, что пробираться, да, я думаю, что всем слышно, вроде бы мой голос достаточно громкий, как человек, который имеет какое-то отношение к книжке, я и как человек, который, безусловно, как и Маша, относится к тому поколению людей, которые Советский Союз достал в возрасте своим несознательным, хотя я немножко дольше его достал, не один месяц, но один год и девять месяцев, да, но я боюсь, что тоже никакого особенного опыта жизни в Советском Союзе, кроме состояния вычердей в коляске, я никому еще не знаю. Я бы хотел, как бы, продолжение озвученных тем и, может быть, отчасти в пику, проговорить некоторый опыт моей педагогической жизни, поскольку я преподаю в одной из московских гимназий, и я вынужден одновременно с этим, как историк, готовить детей к экзамену по истории в формате ЕГЭ. И в этот момент, как бы мы ни ругали этот экзамен, открываются безумные и потрясающие вещи, которые, наверное, для многих из людей, которые составляли эти тесты, представлялись какими-то объективными, изначальными данными любому человеку просто с рождением, с молоком матери впитанными, которые совершенно непонятны тому самому новому поколению, и это вот слово о метро и о Красной пещере, потому что, когда дети, которые читали Канта, которые хорошо знают Толстого, которые учили большое количество пастернака наизусть, встречают в ЕГЭ по истории вопрос, кто такие Булата Куджава и Висбург, и они не выбирают ответ Барды, потому что они просто не знают, кто это. Это очень характерный показатель. Когда дети, отправляясь на выход в город при вопросе о том, что это за люди, которые стоят с трубами и венками в ходе станции метро Октябрьская Кольцевая, отвечают, наверное, ангелы. И, в общем-то, с большим успехом проводят аналогию с Римской империей и с вратами Януса, чем с, собственно, какими-то советскими символами, и не опознают их в ходе, да, вот в этом процессе, которые не видят всех тех знаковых систем, которые, слава богу, не читали роман «Цемент», которых воротят от Макаренко, когда они открывают книжку и пытаются прочитать хотя бы 100 страниц из него, им тяжело, им действительно настолько тяжело, что они не могут этого сделать. Хотя они прочитали и Толстого, и, не знаю, и Пруста, и Улиса, да, они все это прочитали, но им тяжело читать Макаренко. Мне кажется, что это означает, что все-таки мы прощаемся с советской эпохой постепенно. Да, что-то от нее, безусловно, остается, и, собственно, то, что от нее остается, мы в этом труде так или иначе освещали. И я не могу сказать, что вот эти новые люди, которые никакого представления о том, как там жили, не имеют, они хуже, и что их наличие, их незнание придет к тому, что наша страна в будущем в будущем времени превратится в страну третьего мира или в настоящее время превратится в страну третьего мира. Я здесь не буду спорить, да, это в другом случае вопрос. И, в конце концов, мне кажется, что это же очень-очень характерно, что мы начинаем издавать подобные книги, что мы начинаем заниматься этими вопросами. Потому что для большинства молодых ученых, которые сейчас начинают свой научный путь, то, что они изучают в Советском Союзе, являются, в общем-то, прошлым, действительно прошлым, которое невозможно изучить на собственном опыте, которое можно встретить, испугаться, да, встретив это в подворотне, пройти мимо, восхититься, но они все-таки изучают уже не свою бутность. И кажется, что то остранение, которое получает исследователь в данном случае, оно, в общем, полезно, и хорошо, что в этом сборнике это остранение соседствует с позициями людей, которые так или иначе в эту эпоху живут. Вообще, когда выступаешь с позиции младшего, с позиции ребенка, и пытаешься разобраться в том, что там происходило, как это все так получилось, как это все так вышло, всегда сталкиваешься с таким странным, неприятным ощущением, что от тебя что-то скрывают. Причем скрывают все, и это такой заговор бессмысленный, потому что когда я сам, как преподаватель истории, пытаюсь детям объяснить, в чем разница между различными ветвями советского государства и за что они отвечают, я понимаю, что моих знаний и сил на это никак не может хватить, потому что я не могу объяснить ребенку доходчиво, что такое исполком, и почему это так важно. И кажется, что это очень хорошо, что мы начинаем исследовать эту эпоху не исходя из наших личных восприятий, не исходя из того, как нам помнится, тем, кому помнится, а исходя из более или менее холодных источников, которые остаются. И я надеюсь, что это поможет нас двинять совершенно в другую сторону, избавив нас от излишней эмоциональности при обсуждении этой эпохи. Умерла так умерла. У меня вопрос к авторам старшего поколения. Я вот по первому образованию инженер, и у меня такой вот, я сейчас, я не читал книги, я восприятие, я слушаю разных авторов, и я вот знаю из своей специальности, что целое не равно сумме частей целого. И я сейчас вас слушаю, и я понимаю, что я слушаю части. И мне кажется, что это части в советском опыте тоже. У меня вопрос к вам. Не кажется ли вам, вот все-таки ваша книга, она это целое отражает, или все-таки это сумма частей, и, конечно, вот сейчас очень показательное выступление, то есть части там ребята видят, а вот целого системного, что-то не хватает. Если вы поняли, о чем я говорю. Я прекрасно понял. Я позволю себе ответить. На мой взгляд, конечно, это скорее именно представление частей. Но, на мой взгляд, опять же, это именно очень важно, потому что задача стала в том, чтобы разбить, и фактически, опять же, деконструировать, если уж говорить о частях, деконструировать вот этот вот, так называемый, тоталитарный или антитоталитарный дискусс. То есть, на самом деле, ведь, по большому счету, разницы между теми, кто представляет Советский Союз, негативно, как тоталитарное прошлое, как вот мечта единая целая, вот эта империя зла, там, бесконечные очереди, пустые прилавки, и там, вот какой-то, какой-то такой, воплощенный кошмар, причем воплощенный кошмар, в конце которого, обязательно вам будет дана информация о том, что корень этого кошмара, в том, что вот кто-то когда-то захотел устроить революцию, а еще раньше, если вы доберетесь, то, наверное, в том, что кто-то когда-то устроил просвещение, а еще раньше там ренессанс устроили, и вообще думать не надо, да, понимаете, вы придете к этому, да, или вы получите тоталитарный, позитивный дискурс, вот пионеров, вот, собственно говоря, сейчас только что нам изобразил этот дискурс, и в конце этого придет, кстати, к той же мысли, что думать не надо, потому что вот оно, так сказать, счастье воплощенное, и зачем же думать, да, понимаете, и вот, да, задача этого сборника состояла, вот, идеологически, именно в деконструкции тоталитарного, в кавычках, или антитоталитарного дискурса, когда нам пытались представить либо вот некую воплощенную утопию, которая была разрушена, некий потерянный рай, да, либо потерянный ад, вот, понимаете, собственно говоря, либеральный дискурс, это рассказы о потерянном аде, да, вот, и, кстати говоря, самое интересное, что они потом, когда становится плохо, они говорят, нет, ад продолжается, как хорошо, что он кончился, но вообще он продолжается, да, нет, он не умер, да, он, но вот призрак Ленина, уже присоединившийся, в призраку коммунизму, бродит, так сказать, по ночам, выбирает из Бавзолея, если мы его похороним, то, может быть, оно как-то кончится, но я вас уверяю, что даже если похоронят, оно все равно не кончится, потому что проблема вообще совершенно в другом, и в действительности ведь есть очень удобное, либеральное объяснение, что все, что плохо, это пережитки советскому, да, а при том, что даже когда мы видим, и это очень важный момент, касающийся того, что мы здесь пытаемся объяснить, что даже когда мы видим некоторые вещи, которые по форме действительно очень ясно напоминают нам советское, надо разбираться, надо разбираться, потому что очень часто мы видим вот эту новую буржуазную реальность, реальность российского третьего мира, как покойный Андрей Патин говорил, из третьего Рима в третий мир, так вот, это реальность российского третьего мира, который мимикрирует под советскую традицию, которая в свою очередь подается как традиция имперская, то есть еще вот обратите внимание, другой пласт, да, мало того, что российский капитализм мимикрирует под Советский Союз, он и Советский Союз интерпретируется в дореволюционном ключе имперской, традиционалистской, консервативной, милитаристской, кстати говоря, истории, то есть все перевернуто, и мы видим даже не два конкурирующих мифа, а некий метамиф, который в любом повороте, он как бы разными гранями к нам обращается, он всегда реакционирует, и поэтому, да, я повторю, здесь была задача деконструкции, вопрос, можно ли от этой деконструкции перейти к реконструкции, да, на мой взгляд, да, можно, но, знаете, как автомат Калашникова, сначала нужно разобрать по частям, протереть, тщательно, смазать, и только потом собрать вместе, чтобы она опять... Получится опять автомат Калашникова? Конечно, конечно, но мы же в данном случае имеем вер... Саша, получится чистый автомат Калашникова, чистый, четвертый. Да, получится работающий автомат Калашникова, вот, но мы же в данном случае, Саша, мы же не собираемся ни в кого стрелять, мы собираемся в данном случае... Мы в данном случае ведем речь о том, чтобы возникла некоторая интеллектуально-культурная целость, и эта культурная целость, это исторически осмысленное представление о Советском Союзе, и еще раз я подчеркиваю слово исторически, то есть нужно вернуть в дискуссию историзм. И это не вопрос, он умер или нет, в том-то и дело, что и умер, и не умер, да? Вопрос в другом, вопрос в том, что историзм должен присутствовать в нашей дискуссии о Советском. Это даже не дискуссия о прошлом, это дискуссия о процессе, который находится в развитии, и который вышел уже сейчас в другую историческую фазу, но эта историческая фаза невозможна и немыслима без предыдущей истории. И вот, опять же, Ирина в самом начале говорила об очень важной вещи, о том, что Советское не может восприниматься как целое больше. Мы не должны восприниматься Советское как единое целое, что вот от 17-го года до 91-го, то, что вот Маша сказала, что вот 17-й год, потом 41-й, потом конкуруза, потом все, конец. Ну, чебурашки и конец. Вот, понимаете, на самом деле это очень страшно, потому что это свидетельствует не о том, что новое поколение забыл на СССР. Это свидетельствует даже не о том, что плохо учат в школе, Сэш. Нет, плохо учат в УЗе, конечно. Если учитель не может объяснить, что такое исполком, это надо хвататься за голову. Сэш, я хочу сказать, это о другом. Это свидетельствует о том, что сознание российского общества сегодня стало аисторичным. Это сознание людей, которые выпали из истории, причем выпали из истории, которая продолжается. И они выпали из истории как субъекты, как участники, как творцы этого процесса, сознательные или нет. А при том, что объективно эта машина продолжает работать, куда она денется, время идет. И в этом смысле, опять-таки, задача стоит в том, чтобы, да, вернуться к целостности, Евгений, да, вернуться к целостности, но через вот эту вот призму исторического анализа, через призму исторической динамики, через призму понимания того, что это не нечто единое, целое, статичное, а это движущееся, изменяющееся и трансформирующееся целое. Боря, можете вопрос задать? Логически. Если автобус едет, и вдруг из него выпали все, включая водителя, можно сказать, что автобус продолжает, что автобусный маршрут имеет место? Если все выпали из истории, продолжает ли история? Нет, они пешком-то идут по этому маршруту. Нет, проблема в другом. Они все в автобусе, просто они все упали в оборок. Нет, подругой, автомобил сломался, они продолжаются. Включая водителя, все, включая водителя, находятся в обороке. Не везет никого, он ничего не указывает. Он едет на маршрут. Борис, Борис, Борис. Борис, вот просто Евгений, очень коротко. Конечно, книжка построена из фрагментов, но это фрагменты голограммы. Понятно? Да, да, да. Я вам скажу. Я как издатель, я, конечно, поздравляю в школе катастрофики, это действительно великая вещь издать такую книгу, потому что она для меня как музейного работника является, несомненно, рабочим материалом. Я вот это слушала с удовольствием, и с удовольствием, наверное, прочитаю книгу, думаю о том, что пока все обсуждают, рассуждают, собирают материалы. Мы несчастные музейные работники, а я еще приспользуюсь сотрудник литературного музея, я вам пишу, в чем моя прископия. Мы отбираем, мы отбираем вот эти предметы этой советской эпохи, потому что пришло время комплектовать для нас, для музейщиков, вот те предметы, по которым мы будем эту сухо опознавать. И вот здесь начинается та великая недостача материала базового, с которым мы работаем. Хорошо, в отличие от молодых более коллег, поколения музейных работников, которые, как вымысли пожилым, мы прожили там 30 лет в этой стране, и какое-то представление о том, что мы делаем, и как, например, нас понравилось, когда приходят юные коллеги, то они теряются хотя бы перед тем, что выясняется, что одна и та же масленка стояла на столе, Висборова, Служеницына и Пастернаха, и вопрос, как мы создаем, и на основе каких предметов мы создаем индивидуальный облик вот этого советского писателя. Будем ли мы комплектовать машинки одной и той же фабрики, прикрепляя язлочки соответствующие. Вот этот момент индивидуальности, который мы должны выделить, вычленить, вот это тоже большая-большая тема, и, конечно, она шире, чем музейная тема. Она, конечно, тема для такого же какого-то исследования, потому что мы отберем, а вот что будет молодое поколение по этим предметам, как оно будет представляться, чтобы отобрали, вот это уже история. Спасибо. Наверное, мы завершаем нашу дискуссию. Большое спасибо всем, что пришли, а самое главное, просто сам факт, что людей пришло столько и неожиданно много, все-таки в этом достаточно узкое естественное помещение, то есть в том, что как минимум, если мы не можем знать точно, насколько умер и насколько не умер СССР, мы знаем точно, что тема и дискуссия в СССР не умерла. Спасибо. Слава Богу!